А выдержит ли трансформатор, исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов, подверг резкой критике работу энергетиков? Встречать гостей нужно на уровне. О туризме и качестве предоставляемых им услуг говорили на встрече руководителя профильного ведомства с журналистами. Цены скачут не везде. Фруктово-овощной маркет предлагает свежую и качественную продукцию и по приемлемой осенне даже в преддверии наступающих праздников. Несмотря на санкции, Дагестан примет у себя сразу два международных турнира по вольной борьбе. Где и когда? Смотрите в выпуске. А новый ли трансформатор, исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов, подверг резкой критике работу энергетиков? На встрече с представителями Россетей городоначальник отметил недочеты в деятельности сетевых компаний, особенно в летний сезон, когда без света остаются объекты социальной инфраструктуры столицы. Температура плюс 15 сейчас в днём, вечером 8-9. Ну, к сожалению, продолжается перебором. Даже иногда вы отключаете. Верное отключение у вас идёт местами. Идут, вот, Гаврил Георгиевич, не даст. У нас диспетчерская служба. Последнюю неделю права не было? Последнюю неделю, да? Да, она была хорошая. Хорошая неделя была, ничего не скажу, не было. Но 110-ка, которую 25 мегаватт вы заменили, большие сомнения, что, конечно, она выдержит все длительные наши нагрузки на кондиционирование, на кондиционирование и на приборы, которые люди будут ставить. Сейчас коммерческие объекты быстро войдут в ход. Поэтому связано с тем, что нагрузку упали. Вы же понимаете, что люди перестали в рестораны, кафе, кушать вещи готовят. Только вечером нагрузка, тихо, наверное, увеличивается. А так, днём практически все шипит, она стоит у нас. Вот эти ситуации мы всё понимаем, но если 25 мегаватт, которую заменили, она старая, я понимаю, наверное, выдуваемую мощность в Нарусске не выдерживает. Я боюсь, что у нас летом будут такие же проблемы, которые были в январе, февраль и март. Пресловутый новый трансформатор на подстанции Махачкала-110, по словам Резвана Газимагамедова, вызывает большие сомнения. Выдержит ли он нагрузку в летний период – неизвестно. В свою очередь, представители Россетей рассказали о проводимой работе по улучшению ситуации с энергоснабжением столицы республики. По количеству жалоб, которые поступают от населения, это касается северного месяца в центре питания Махачкала-110, где у нас, как вы знаете, вышел устроен трансформатор, который мы по другим регионам привезли из центральной полосы России, привезли, установили, запитали потребителей, сняли нокаут и на позапрошлой неделе мы его вывели в ремонт, также отключали потребителей для замены резиновых прокладок. То есть сейчас этот трансформатор испытан, аттестован и готов к эксплуатации. Я надеюсь, оптимистичный прогноз даю, что летний период выдержит у нас, и мы не будем вводить так называемые ограничения. И в продолжении городской темы. По улице Межквартальной в Махачкале начали укладку асфальтобетонного покрытия. Эта территория благоустраивается в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее протяженность составляет 390 метров. Напомним, всего в рамках реализации программы БКД в текущем году в Махачкале запланирован ремонт 20 улиц. Сегодня ложим первый слой асфальта. Иншаллах, мы надеемся, через неделю закончим. Будет два слоя асфальта, иншаллах. Тротуары закончили. Будем делать зеленую зону. С краю и с середины будет зеленая зона. Так ведем работу качественно. Катаем как положено. Немецкий укладчик ложит асфальт. По уклону держим все как положено. Толщина слоя будет. Первый слой асфальта 5 сантиметров, второй слой 4 сантиметра. В этом году в Дагестане ожидается новый рост потока туристов. По данным экспертов, регион могут посетить на 30% больше гостей, чем в предыдущем сезоне. Но готова ли республика к такому наплыву? Что сделано и что еще предстоит сделать, рассказал министр профильного ведомства Эмин Мирданов на встрече с журналистами. Когда спрос превышает предложение, это уже проблема. С туризмом в Дагестане так и вышло. Отсюда острая необходимость улучшать инфраструктуру, сервис и заняться вопросами безопасности. На это собственно и ориентировано сейчас профильное ведомство. В том числе и положительный сигнал, положительный сигнал для бизнеса, что это та сфера, в которую необходимо инвестировать. Если есть спрос, если спрос превышает предложение. Мы со своей стороны еще в прошлом году предусмотрели ряд мер поддержки и для бизнеса, и в том числе для муниципалитетов. Мы провели конкурс местных инициатив, туристических инициатив. Благодаря этому мы благоустроили пляж в Дербенте, пляж в Карабадахкенском районе, в Махачкале. Помимо этого сделали систему безопасности на Карадахской Теснине. Еще ряд других локаций. В этом году эту меру поддержки мы продолжим. Сейчас ведется сбор заявок. Благоустроенные пляжи – это хорошо. Совсем плохо дела обстоят с их санитарно-эпидемиологическим состоянием. К табличке «Купаться запрещено» уже многие привыкли, как одно из местных достопримечательностей. В республике нет ни одной зоны отдыха, которая получила бы положительное заключение Роспотребнадзора и МЧС. Поэтому пляжный туризм у нас пока оставляет желать лучшего. Мы создали рабочую группу, включили туда представителей муниципальных образований, правообладателей. Проявили семинар совещания в Роспотребнадзоре. Уже два района – Каякинский, Карабудахкинский – подали заявки. Я думаю, все из присутствующих посещали пляжи и видели там, везде таблички «Купаться запрещено». А представьте, если вы придете на пляж, а там разрешено. Не забыли в Минтуризме и о гидах. Все экскурсоводы, согласно постановлению правительства России, с прошлого года должны проходить аттестацию. От соискателей в этом году было получено около ста заявок. Как ни странно, многие из них – представители других регионов страны. На самом деле, есть очень достойные. Я не ожидал, честно, что… И они каждый раз удивляют. Были гиды-переводчики, которые сдавали тестирование на французском, на английском языке. Даже один прочитал стихотворение Расула Гонзатова на французском языке. То есть, ну, меня впечатлило. В скором времени ведомство представит и единую памятку для туристов. Она подскажет гостям правила поведения в регионе. Ведомстве уверены, что это поможет снять многие вопросы. Я сегодня только получил окончательный макет баннеров. Памятка уже готова. Мы ее разрабатывали. На самом деле, очень долго разрабатывали. Но это такой щепетильный момент, который необходимо было тщательно проработать. Все учесть надо. Мы надеемся, что учли. Патимат Ханабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Более тысячи гунибцев посетили кладбище Кырхляр, где похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада. Всего из Гуниба выдвинулось порядка 350 машин. Участие в мероприятии приняли как взрослые, так и дети. Мне посчастливилось посетить сподвижников пророка Алейсаляту Асалям. Такие мероприятия укрепляют наше братство. Пусть Аллах Всевышний поможет всем. Ощущения до и после совершенно разные, конечно. Зайдя внутрь, посетив Асхабов, прочитав там необходимое количество сур из Корана. И выйдя оттуда, ощущение, что сердце начало биться по-другому. В рамках поездки в Дзербент в мечети имени Иракского состоялся также маджлис, где ученые и богословы рассказали об истории возникновения ислама в Дагестане. Не за горами главный мусульманский праздник у Роза Байра. Как правило, многие начинают готовиться к нему заблаговременно, так как цены в преддверии растут в разы. Но есть и такие маркеты, которые, несмотря на завышенный спрос на продукты, не завышают цен, и товар всегда свежий и качественный. Наши корреспонденты узнали, что есть такой магазин, и лично решили проверить, так ли это. Слово Кариму Гамаеву. Приветствуем всех. Ассалам алейкум. На календаре уже 22 марта, и мы находимся на пороге наступления священного месяца Рамадан. Именно поэтому наша редакция решила провести небольшой эксперимент и проверить, существует ли у нас в республике негативная тенденция завышения цен именно в этот священный месяц. И для этого мы сегодня посетим несколько торговых точек республики. Фруктово-овощной маркет нас встречает огромным ассортиментом. На полках помимо основных наименований еще и множество разновидностей суховруктов, напитков и многого другого. Цены весьма лояльные, а самое главное свежесть и качество продуктов никаких вопросов не вызывает. По заверению персонала стоимость на товары не растет даже по праздникам, когда спрос увеличивается в разы. С первого дня нашего открытия магазина у нас держатся цены в адекватном режиме, в адекватном диапазоне. Ну а следующей точкой мы выбрали центральный рынок столицы. С количеством представленного тут ассортимента вряд ли что сравнится, но нас интересует только цена. Сняли, зафиксировали. Цифры на самодельных табличках пошли вверх спустя всего неделю. И у торговцев свое объяснение резкой смене курса вверх. Претензий не имеет нам покупателей прийти, сказать, как. Прошлогодные цены у нас сейчас тоже такие. Если что, вот помидоры чуть-чуть они подняли, это хозяева поднимают, это не наша вина. Мы 10 рублей накидываем. У нас все нормальные цены. Тем более это же мы одни же первую рук не покупаем. Яблоки, кому-то продают, мы тоже покупаем. Спустя неделю вернулись и в тот самый магазин, где продавщица заверяла нас в том, что у них цены не скачут. Надо сказать, не разочаровала. Ценники на прилавках все те же, за исключением заморских цитрусовых. Апельсины в Дагестане не растут, от этого и на 5 рублей дороже. Ну а в остальном все без изменений. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. И о спорте. Дагестан примет два международных турнира по борьбе в мае. Соревнования пройдут в Каспийске. С 11 по 13 мая на ковер во дворце спорта имени Али Алиева выйдут борцы классики. Участниками турнира среди юниоров в памяти Сураката Асия Тилова станут более 150 спортсменов. А с 19 по 21 мая на этой же арене пройдет мемориал пятикратного чемпиона мира Али Алиева. 53 по счету соревнования соберут около 250 спортсменов из регионов России и стран ближнего зарубежья. Боец Рустам Хабилов дебютирует в лиге «Беллатр». Поединок с участием известного дагестанского микс-файтера пройдет 31 марта на турнире в Калифорнии. Соперником нашего спортсмена станет Джалил Уиллис из США. Бой пройдет в полусреднем весе. Этот поединок станет для Рустама Хабилова 29-м в карьере. 13 из них он провел под эгидой UFC, где одержал 10 побед. Контракт с лигой «Беллатр» дагестанец подписал еще в 2020 году, но его дебют откладывался из-за проблем с получением визы. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова